на канале экзегет мы отвечаем на ваши вопросы и сегодня очень важный для многих вопрос можно ли ребенку участвовать в школьном празднике хэллоуин на такой простой вопрос можно дать с одной стороны очень простой ответ нет нельзя я категорически не рекомендую вашему ребенку участвовать в школьном празднике хэллоуин но этот вопрос мне кажется является важным поводом для того чтобы разобраться и с самим праздником и с нашим отношением к нему дело в том что за последние несколько десятилетий мир очень сильно поменялся я сейчас попробую дальше объяснить в чем состояли эти изменения и если для людей старшего поколения вопрос о том что такое хэллоуин в современном мире сомнений не возникает это несомненное зло поклонение всякой девальщине люди надевают на себя всякие бесовские маски я уж не говорю про какие-то серьезные такие мистериального свойства действия вот где происходит буквальное поклонение злу вот даже если брать его в каком-то более-менее культурно детском измерении все равно это прямая бесовщина и безусловно не то что участвовать в этом это надо запретить это надо исключить это надо сделать ну если не уголовно наказуемым то во всяком случае административно наказуемым деянием и надо сказать что вопрос вот поставленный так можно ли ребенку участвовать в школьном празднике хэллоуин не совсем корректен потому что школам уже несколько лет как запрещено на школьном уровне проводить подобные праздники также как и праздновать например день святого валенсина школа не имеет права это организовывать однако мы знаем что родительские группы родительские сообщества например вот у меня в классе в котором учится моя дочка это четвертый класс значительная часть класса просто сама организовалась и устроила для своих детей для четвероклассников устроила вот такую вот вечеринку в стиле хэллоуин почему я говорю что вопрос для старшего поколения абсолютно ясный не является таким ясным для молодых людей и почему я говорю что за последние десятилетия мир очень сильно изменился дело в том что в течение тысячелетий до прихода эпохи которую мы сейчас сами называем постмодерн с точки зрения образов все было ясно бородатый козел на двуногие на копытах это однозначно дьявол значит тот кто летает на метле это точно ведьма и она полетела пить кровь христианских младенцев на гору где-то там швабии вот на свой бесовский шабаш и вся не только религиозная но и светская культура эти образы поддерживала значит ангел это что-то такое белое светлое с большими светлыми крыльями и золотым нимбом над головой а дьявол это что-то такое черное мохнатое с рогами и копытами хотя если мы задумаемся откуда взяты эти образы то мы увидим что в священном писании вообще нету никаких слов подтверждающих именно эти образы например если мы обратимся к ветхому завету к знаменитым видением пророков то мы увидим что бог описывается в них совсем не так как мы себе это представляем не просто благообразным седовласом старцем например в разных видениях это и ведение иногда страшных животных это не то не тот образ который мы в нашей христианской культуре привыкли себе воспринимать и что произошло за последние десятилетия было снято достаточно много фильмов всевозможных в том числе детских в том числе мультфильмов которые размыли образ как добра визуальный образ подчеркиваю не по сути как добра так и зла но почему например вот этот вот зеленый мужик с неприятной физиономии шрек например или еще что-то подобное оказывается положительным героем безусловно православные родители воспитанные как бы в традициях христианской культуре но это неправильно это нельзя нельзя делать плохого вот исходно плохого в культуре зеленого тролля живущего на болоте ассоциирующегося там со злом нельзя делать его положительным героем но это произошло это происходило и раньше вспомним например там какую-нибудь русалочку вот тогда как в религиозной культуре русалка это безусловно некая демоническая сущность там живущие на болоте что-то типа не знаю там сирена из древнегреческой культуры или реально нашей русской русалки которая значит забивает голову путникам соблазняет их разными способами ищет погибели их души безусловно диснеевская русалочка совсем не такова да и русалочка из исходной сказки она тоже уже не такова то есть образы визуальные образы они в современной массовой культуре являются абсолютно размытыми и когда мы видим например детскую игрушку у меня к сожалению нету сейчас возможности вам ее показать но они уже тоже есть где изображен очень милый для старшего поколения бесенок а ребенок берет для него это не ассоциируется со злом старшее поколение скажет да это ужасно да это плохо вы посмотрите происходит обеление зла а молодое поколение вам скажет нет происходит не обеление зла происходит изменение образа с этим например с троллем после мультфильма серии мультфильмов о шреке или после серии мультфильмов «Холодного сердца» или еще целого ряда детских современных мультфильмов у молодого поколения абсолютно не ассоциируется зло, потому что в этих произведениях они выступают положительными героями. А в некоторых произведениях те же тролли, если мы возьмем классическую фэнтези, например, Толкина или еще кого-нибудь, мы видим, что тролли, безусловно, отрицательные герои, такие как орки. Но придет еще следующий популярный автор и сделает, как это произошло со Шреком, например, тролля главным положительным героем. Что нам с этим делать? Постмодерн на то и постмодерн, что образ действует не глобально во всей культуре, а он действует здесь и сейчас. Завтра для этих же людей он может быть нагружен новым смыслом. И пока мы не договоримся о том, какой смысл несет этот образ здесь и сейчас, мы просто не поймем друг друга. Поэтому я вижу, например, массу проблем в православных семьях, в том числе в семьях священников. Ко мне вот накануне этого праздника обращались многие мамы, просто по старому знакомству, говорили, я не могу убедить своего ребенка из священнической семьи не идти на этот праздник. И все слова, которые говорит мама о том, что это зло, о том, что это плохо, о том, что это недопустимо, ребенок просто не слышит. И не потому, что он глухой. И не потому, что он очень вот хочет, дайте мне, а то помру, и запретный плод сладок. А потому что для него существует другой образно-культурный ряд. В этом образно-культурном ряду, потому что мама же читала этому ребенку совсем недавно хроники Нарнии. И мы вместе ходили в кинотеатр и смотрели хроники Нарнии, где фаван, тот самый, на копытах и с рогами, и мохнатым низом, и голым верхом. Он выступает одним из положительных героев. И мама тогда подумала, ну ничего, ничего страшного, наверное, это допустимо. Все-таки христианское произведение. И батюшки в храме сказали, что Льюиса можно читать, Льюиса можно смотреть. Но у ребенка закрепилось, что тот, кто с рогами и на копытах, совсем не обязательно бес, он может быть и положительным героем. Поэтому теперь, когда мама говорит, слушай, вот нельзя, там же они надевают на себя всякие козьи морды, они там, значит, зажигают этого Джека или еще что-нибудь. Это не работает в отношении молодого поколения. Но это только одна из сторон. Просто я сказал это для того, чтобы мы поняли, насколько серьезная эта проблема. То, что касается сути, безусловно, этот праздник, исторически возникший как земледельческий праздник, как праздник, ночь, в которую истончается граница между миром духов и миром нашим материальным. И поэтому можно встретить в эту ночь кого угодно. И все эти тыквы, и все эти маски, которые люди на себя напяливают, это способ защиты от этих непонятно каких добрых или злых духов. Этот праздник, который был переосмыслен католической церковью. Знаете, есть такой принцип, если ты не можешь с этим бороться, надо это возглавить. И эту идею в истории христианства неоднократно церковь реализовывала. Это касается и праздника Рождества, и Масленицы, и Ивана Купалы. То есть многие изначально языческие действия, будучи переосмыслены и возглавлены церковью, приобретали новый вполне христианский смысл, вновь возрожденный уже в конце XIX и XX веке как скорее коммерческий праздник. Мы понимаем, что люди... Почему он стал так популярен? Потому что люди, несмотря на то, что вроде бы и образы уже не такие страшные, в культуру они вошли как допустимые, не напрямую связанные со злом, люди хотят пощекотать себе нервы, поиграв немножко в бесовщину. И вот это по-настоящему опасно. На эту тему, кстати, снято достаточно много фильмов на Западе. И многие из них далеко не современные, когда молодые люди, собравшись на хэллоуинскую вечеринку, не веря, безусловно, во всю эту начинку, воспринимая это просто как прикольный антураж, реально сталкивались со злом, который через их игрища, через их желание, еще раз говорю, пощекотать себе нервы, поиграть в бесовщину, эта бесовщина реально являлась. И в этом действительно, вроде бы, кинематографическом приеме есть очень серьезный духовный смысл. Каждый раз, когда мы начинаем заигрывать со злом, воображая, что оно вообще-то не очень злое, оно вообще-то уже вошло в культуру. Вот у нас уже есть Шрек, вот у нас уже есть Русалочка, вот у нас уже есть Фавн, и еще другие истории. Вообще, отец Максим сказал, что это вот такое какое-то общекультурное, непонятно доброе или злое достояние. Люди идут на Хэллоуин не для этого, не для общекультурного какого-то вот нейтрального достояния. Они идут, чтобы соприкоснуться в игрушечную с этим самым злом. То есть Хэллоуин в наше время носит так называемый карнавальный характер. Что такое карнавал? Карнавал возникает в самых разных культурах. Это хорошо было описано, например, у Бахтина. Каждый раз, когда у людей существуют в их жизни определенные запреты, не обязательно какие-то государством налагаемые, скорее религиозные, не убей, не укради, чти отца с матерью и государственные, почитай власть, веди себя культурно, не позволяй себе никаких недопустимых действий или высказываний. Человек как бы зажимается рамками правил с нескольких сторон. И эти правила, чтобы не нарушать их в обычной жизни, человек выпускает в виде карнавала. На карнавале можно все. Ну, в качестве карнавала можно взять, например, и нашу масленицу. Кстати, слово «карнавал» само по себе переводится как «долой мясо» на русский язык. То есть это та самая масленица, та самая сырная неделя накануне Великого поста, когда мясо нельзя, уже преддверие поста. Но люди выпускают пар, когда действительно творятся страшные вещи. Такие же, как творились на древних карнавалах, в римских календах и так далее, когда возникал свальный грех, когда люди упивались, когда они устраивали настоящие кулачные бои, когда царя можно было дернуть за бороду, когда недопустимое в обычной жизни становится допустимым. Люди и сегодня идут на Хэллоуин, как на карнавал. В обычной жизни недопустимо шутить со злом. Ну, давайте попробуем пошутить со злом вот в рамках допустимого праздника. А что? Пусть это будет даже детский праздник. Ничего страшного. Мы детей нарядим ведьмочками, всякими упырями или еще кем-нибудь, и просто поиграем. Мы боимся зла. Люди в реальной жизни, в современной жизни, особенно люди ведь на Хэллоуин не пойдут настоящие христиане. На Хэллоуин пойдут люди вроде бы верующие, но не очень. А эти верующие и не очень люди, они обычно полны суеверий. Они стучат по дереву, они, значит, завешивают зеркала, когда в доме покойник, они не переходят дорогу там, где прошла черная кошка и так далее. Они злато, они боятся. Помните, как Волант в «Мастере Маргарите» удивился, когда, беседуя на патриарших прудах с двумя известными личностями, сначала выяснил, что Бога нет, и сказал, ну ладно, а что значит, и дьявола нет, вы и в дьявола не верите. То есть люди, с одной стороны, как бы не верят в дьявола и в Бога, с другой стороны, они очень боятся, поскольку они не знают и не понимают, что это за сущность, они не понимают и не знают своей жизни по-настоящему, что такое Бог. И поэтому они боятся. А как я уже сказал, страх, любой страх вытесняется в обычной человеческой культуре, не очень-то религиозной, вытесняется карнавалом. И поэтому они идут на карнавал, они идут на Хэллоуин, там, где можно не только царя, но и самого дьявола якобы дернуть за бороду, где можно то, чего в обычной жизни нельзя, если не по-настоящему, то хотя бы в это поиграть. Но это очень опасная игра. И это очень опасное обращение со своим глубинным страхом. С одной стороны, происходит как бы некоторое расслабление. Да, я поиграл, я дернул, я сам побыл ведьмочкой. Чего мне теперь бояться и ведьм? Я теперь с глаза не боюсь. Я теперь, значит, не боюсь, что кто-нибудь там мне что-нибудь такое сделает. А с другой стороны, реального-то взаимодействия с Богом, а он только, он один способен нас защитить, решить наши проблемы, не происходит. А при заигрывании со злом неизвестно, какую партию будет играть то самое зло. Мы же не знаем, как оно себя поведет в этой нашей игре. А игра-то это взрослая, игра-то это серьезная. Любые игры, в которые играет современный человек, они серьезные. Это не просто ерунда. Это как дочки матери. Когда девочка играет с куколкой, это не просто бирюльки. Это серьезное примеривание на себя роли матери. Точно так же и тут. Человек одевает на себя козлиную маску или наряжается ведьмочкой. Он примеривает на себя роль. Он хотя бы отчасти, хотя бы немножко вступает в контакт с этими сущностями. И неизвестно, как они себя проявят. Поэтому я хотел бы закончить тем, чем начал, ответом на вопрос. Конечно, для христианина совершенно недопустимо участвовать в Хэллоуине. Это опасно. Это страшно. Но как вы сумеете объяснить это вашим детям, которые любят Шрека, русалочку и фавну из Хроник Нарнии, я не до конца понимаю. Субтитры создавал DimaTorzok